ну что дорогие друзья всем доброго дня с установочного центра бас line сегодня в нашем видео пойдет речь о данном автомобиле это вас 2121 классическая трехдверная niva каток которых уже последние пару лет в нашем боксе становится все больше и больше и мне кажется я знаю секрет потому что автомобиль бюджетный это отличная игрушка как второй автомобиль в семью как хобби по крайней мере основываясь на опыте тех клиентов которые приезжают к нам и есть у данного автомобиля очень классное преимущество его очень легко тюнинговать тюнинга на этот автомобиль крайне много и наша задача как улучшение данного автомобиля это улучшение аудиосистемы а точнее и установка потому что завода в этом автомобиле никакой аудиосистемы не проводки не магнитола не динамиков нет давайте я вам расскажу какие бюджеты и что можно сделать с данным кузовом автомобиля давайте я попытаюсь рассказать вам коротко о аудиосистемах которые можно сделать в данном автомобиле во первых это головное устройство головных устройств в автомобиле завода нет у вас есть два пути решения первый это установка обычной 1 диновые магнитолы которая по стоимости от 3 до 20 тысяч рублей зависимости от ваших музыкальных предпочтений но в любом случае в эту стоимость у вас уже будет в автомобиле bluetooth от этой магнитолы можно установить акустику в передней двери в штатные места то есть у нас динамика устанавливается вниз дверной карты это не очень удобно для посадки высадки пассажиров я знаю более наших клиентов но есть решение изготовления накладных подиумов эстетически это красиво динамик мы поднимаем выше и также можно изготовить уголочек под установку в ч для того чтобы вот эстетически собрать хорошую качественную аудиосистему в двери и она не мешала посадки высадки ногам водителей пассажира так как этот автомобиль часто используется для рыбалок и активного отдыха там разгрузка большая обувь понятное дело дверные карты снизу страдают поэтому то такое решение мы уже тоже обкатывали и в нашем арсенале она есть либо просто бюджетное решение это установка динамиков от магнитолы в штатные места если вы рассматриваете такое решение то это по стоимости с установка у нас под ключ 25 тысяч рублей это магнитола динамики и естественно работа по их установке архи важно это шумоизоляция дверей про нее не забываем у нас это не сильно дорого то есть 8000 рублей две дверные карты зашумить вибро и шумопоглотителем это позволит динамику играть качественно без звона в двери и с правильным акустическим объемом более интересное решение по головным устройством у нас есть переходные рамки под данные автомобили и мы можем установить сюда 10-дюймовое головное устройство в данном случае клиента устроила лишь просто магнитола с функцией bluetooth usb она у нас процессорная с хорошим звучанием то есть для звука это достаточно но если вы хотите установить какую-то интересную мультимедиа смотреть youtube или яндекс навигатор чтобы у вас работал без телефона мы можем сюда установить головное устройство от компании ти айс парафар red power в принципе любое которое вас интересует по стоимости такое решение если сюда установить головное устройство от 35 до там 70 тысяч рублей в зависимости от стоимости устройства тут надо понимать что головное устройство на базе android равносильно вашим телефоном то есть как можно купить телефон за 20 тысяч рублей так можно купить телефон за 100 тысяч рублей в принципе внешне они может быть будет мало чем отличаться и размеры будут у них одинаковые но внутренняя начинка операционная память внутренняя память у нее будет лучше чем у более дешевого и бюджетного устройства усилительная часть данного автомобиля это у нас два очень крутых компактных усилителя от компании амп про 4 по 100 у нас здесь работает в поканальном режиме на два динамика в передних дверях pride гармони mid bass и и два динамика в тыловой части мы здесь будем устанавливать еще акустическую полку динамики bass balance f серии модель по моему f69 печалочки то есть twitter и от комплекта pride гармони у нас играют от головного устройства в принципе по мощности этого достаточно для подобной аудиосистемы второй здесь усилитель установлен на сабвуферное звено сабвуферное звено очень важно суд как это там говорится фраза музыка без баса чтоб суд без мяса ну то есть сабвуфер это очень важно как и для громкости так и для качества не обязательно вот сабвуфера ставить чтоб как у нас клиенты говорят мне не надо чтоб стекла разлетались нет сабвуфер ставится для других задач сабвуфер ставится для подзвучки ту частоту который воспроизводит сабвуфер в закрытом ящике или там фазоинвертор но в любом случае в каком-то объеме такого звучания с динамика вы никогда не добьетесь то есть это то звучание которое динамик воспроизвести не может поэтому сабвуфер обязательно автомобили здесь у нас это амп про 600 который может дать 600 ватт в один ом для данного кузова и для качества звучания это более чем достаточно много мощности нам здесь не надо все это у нас установлено на монтажной панели на 15 миллиметровой фанере она у нас закреплена на болтовое соединение к металлическим дугом который находится внутри спинки сидения монтажная панель перетянута в кожзам и на ней у нас уже крепится вся проводка которая нужна для обеспечения питания и сигнала усилителей и естественно усилители само сидение при этом не портится в ниве других мест кроме как штатные спинки сидений креплений усилители не может быть потому что под сидением места нет ногах водителя пассажира места нет под торпедой места нет можем изготовить фальш панель в багажник но тем самым и без того малый багажник мы у него отнимем еще порядка там 30 сантиметров высоты не хотелось бы это нашим клиентам поэтому довольно спартанское решение но очень красиво аккуратно обыграно то есть в коже все аккуратненько туда же с нашим шильдиком я думаю выглядит классно напишите в комментариях нравится ли вам такое решение по спинкам и там внешний вид этого исполнения мы вишенка на торте данные аудиосистемы это вот такой вот компактный корпус стелс который мы интегрировали в правую нишу крыла перешит он в кожзам дакоту для того чтобы он гармонично смотрелся в багажнике вместе с пластиком автомобиль у нас комплектации комплектации не вы сложно говорить но него urban urban у нас отличается более качественная отделка то есть нас уже такой ковролин красивого машине у нас обшивки пластиковые багажнике то есть у нас есть опыт него легенд и по-моему него travel то есть него travel у нас весь багажный карпет и поэтому данные стелс и мы перешиваем в карпет для того чтобы они гармонично смотрели здесь у нас все в пластике поэтому у нас здесь кожа дакота но я думаю вы оцените там напишите комментарий насколько там ваня у нас старался выводил все эти формы и самое что главное ваня постарался с внутренним объемом сабвуфера здесь мы выбрали сабвуфер от компании динамик стоит модель у нас psv 250 это у нас slim модель то есть маленькой посадочной глубиной очень плоский сабвуфер но на так как здесь нет фальшпола то есть у нас здесь под ковром уже металл ничего здесь подниматься для запасок и прочего у нас здесь места нет поэтому ваня сделал небольшой вынос для того чтобы если клиенту на будущее сабвуфер покажется тихим а это поверьте мне часто то есть вы покатаетесь полгода годик и потом хочется систему улучшить и если бы мы сделали корпус сразу же под этот динамик то потом поменять на какой-то сабвуфер более мощный с большой магнитной системой возможности не представится здесь же ваня сделал красивый доворот все это обыграл вот здесь мучился это дело то есть если бы сделать сливовский корпус вот такого вот выступа здесь бы не было но все это было сделано в угол для того чтобы собой корпус сабвуфера был универсальным и если понадобится сюда можно установить сабвуфер прайд м6 прайд сапфир что еще там мачете спорт десяточку ну что-то такое не сильно мощное да там 800 800 ватт в зая корпус больше я думаю и не нужно и тем самым добиться еще более злого баса в этой машине на данный момент здесь аудиосистема собрана именно на хорошее качественное звучание сабвуфер здесь никак не выделяется из аудиосистемы а только ее дополняет это сложно объяснить но поверьте то есть многим клиентам когда при сдаче автомобиля когда например с процессором есть возможность резко отключить сабвуфер когда я выключаю включая клиент удивляется насколько сильно меняется звук хотя когда сидите в автомобиле и этого и разницы вы не услышали вам кажется что сабвуфера в машине нет но подзвучку у него колоссальная ну и что касается цен данная аудиосистема в автомобиле с установкой с корпусом стелс с акустикой фронтальной тыловой с двумя усилителями магнитолой проводкой по стоимости 120 тысяч рублей а забыл самое главное с аудио подготовкой дверей то есть здесь еще произведена шумовиброизоляция но без этого никак это как суп без ложки поесть то есть шумоизоляция обязательно должна быть в автомобиле поэтому я уже даже забываю не говорить данная аудиосистема 120 тысяч рублей и это довольно бюджетное решение скажем так для данного автомобиля можно скалькулировать это так то здесь процентов стоимости автомобиля в хорошую качественную аудиосистема не штатка то есть сабвуфером с усилителями хорошей громкостью и хорошей тональностью в принципе я считаю что это не сильно дорого если вы рассматриваете просто установку динамиков свой автомобиль я уже ранее назвал то есть это магнитола и фронтальные динамики с установкой вам обойдутся порядка 25 тысяч рублей если вы хотите просто установить там фронтальные динамики магнитолу и сабвуфер это будет порядка 50 55 тысяч рублей если вы хотите собрать просто аудиосистему с обычным корпусом без корпуса стелс точно такая же система но с обычным ящиком будет по стоимости порядка 95 тысяч рублей в общем бюджета я думаю вам ясны если вы хотите сделать аудиосистему свой автомобиль обязательно пишите нам по аудиосистеме если я что-то не рассказал напишите в комментариях я обязательно на них отвечу то есть по ним опыт у нас довольно большой и в принципе ну рассказать в этом автомобиле как установить аудиосистему все-таки ну или там под снять сборку ее времени нет то есть видео я занимаюсь сам и на звонки и на ваши заявки отвечаю также я ну естественно как руководитель установочного центра всегда слежу за сборка автомобиля то есть времени именно на полный подсъем данной системы у меня просто нет но если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите о них в комментариях если вы владелец не вы нажмите лайк и в следующих видео у нас будет еще парочка неф я думаю там в течение этого года точно засниму что интересное с другой системой то есть мы системы подбираем под каждого клиента поэтому у нас каждая не вы индивидуально я вот ну сколько сейчас набрасывал разных вариантов и то есть клиенты всегда приходит же с одной просьбой я хочу звук автомобиль чтобы играла хорошо и только после того как мы с ним проводим консультацию мы понимаем для какого клиента какое оборудование необходимо кто-то хочет более качественно кто-то хочет более громко кому-то нужно много баса кому-то нужен сабвуфер на подыгровку и только после грамотной консультации вы можете получить качественную аудиосистему которая будет радовать именно вас ведь все-таки мы здесь занимаемся кастом индивидуальными аудиосистемами которые могут подходить только лишь под вас так что не слушайте советов на drive 2 не покупайте там динамики то что вам посоветовали придите послушайте выберите пообщайтесь с консультантами или заезжайте к нам в установочный центр и мы вам соберем крутую аудиосистему